Привет, Алёна! О, привет! Всё, давай, хорошую пудреться, поехали. Куда поехали? Ну, давай. Что, давай? Ну, как всегда. Что, как всегда? Ну, ты всегда такая, да, Максим, у меня сюда вопрос, вот давай. А, вопрос. Так я думала, ты знаешь его уже. Откуда? Ну, потому что ты же в этой теме сто процентов... Ты что за правило? Кто заходит, тот знает, что ли, нет? Ну, потому что ты в этой теме сто процентов варишься. Это же мы сегодня будем говорить. Каникулы скоро? Нет. Варишься же суп? Нет, скоро каникулы, смотри, правильно? Дети поедут в лагеря. Так. Вот, и сегодня мы хотим спросить, какие лагерные истории были вот у наших зрителей из детского лагеря? У меня вообще полно. Ну, вот давай. Вообще, вообще. Ты папе письма треугольнички на завод писала? Нет. Каждое лето. Причем у меня был лагерь, дача, лагерь. Вот так вот. Каждое лето. Десять лет. Дача два дня, видимо. Ага. После полдника всегда покемонов бежали смотреть. Покемон, суперсущество. Новоприказ. Погоди, Максим, сейчас-то ничего не делают вообще-то в лагерях. Чего ты взяла? Ну, до сих пор покемонов смотрят. Это давно так-то было? Конечно. Озорница. Вот это вот. Погоны к новой футболке, тем более, вместе с рукавом. Кстати, ты знаешь, что нельзя детей в новой одежде лагер отправлять? Почему? Я все давно... Там же смола, трава. Ну, ты, видимо, просто сидела. Ну, нет. Мы были активными детьми. Ну, правда, один раз только ездила, но уже хоть что-то помню. Давай-ка, вот сейчас у тебя историй много, у зрителей наших много. Три-четыре. Поехали. Кто шагает дружно в ряд, это первый... Девятый у нас. Девятый наш отряд. Ну, девятый там же маленький был. Ну, как тебе удобнее. Доброго вечера. Вот и она, девятая студия. Начинается прямой эфир. Мы, как всегда, рады вас видеть и, конечно же, рады поделиться своим отличным настроением. Это Максим Кропотов. Это Алена Милина и еще вокруг много наших коллег, операторов и всего остального, кто сегодня сделал для вас замечательные сюжеты. Замечательный вечер вас сегодня ожидает на девятой студии. Все верно. Ну, и, конечно же, как девятая студия обойдется без подарков. Что ты просишь? Что умоляешь? Пожалуйста, чтобы все сегодня прошло хорошо. Я просто сел так, думаю, почему я так сел? Не знаю. Наверное, потому что ты хочешь открыть свои ручки и сказать, что мы щедры и мы готовы подарить подарки за то, что вы сегодня будете с нами общаться, будете писать ответы на вопросы нашего вечера. А давай вот неожиданно начнем с подарков. Давай. Давай сначала, что мы дарим, а потом, за что мы дарим. Все, поехали. Раз, Максим, так хочешь. Гулять, так гулять. Гулять, так гулять, друзья. Во-первых, первый сертификат. Это у нас такой замечательный. На какое-то интересное, красивое. Салон нижнего белья. Белье. Все верно, друзья. Первый сертификат у нас. Салон женского нижнего белья, на секундочку, чтобы до конца соблюсти все правила. Вдруг там что-то есть мужское. Ну, вдруг. И что там было? Вроде бы было. Не знаю. Также, друзья, у нас есть вот такие классные два билетика. Каждый на двух человек открылась выставка «Подводный мир». Поэтому, чтобы сходить туда, посмотреть с детками, окунуться, говорят, что это такое интересное действительно там есть. Возрастное ограничение этой выставки ноль плюс. Плюс сегодня кто-то, два человека, получит по пригласительному билету, чтобы взять еще кого-то, чтобы пойти на эту выставку. То есть получит один, но два билета? Один, но на двоих. Опа. А, у нас три подарка. Конечно. Все понял. С математикой сегодня сложно пока. Прямо сейчас, чтобы получить эти билеты, нужно взять свои гаджеты в руки, зайти в «Контакт», найти группу «Девятка ТВ». Там есть пост с прямой трансляцией. Первое, что нужно сделать, это смотреть там. Ну, можно и по телевизору, ладно. Но под постом с прямой трансляцией в комментариях нужно А. Передавать приветы. Б. Кого-то поздравлять. С. Отвечать на вопрос нашего вечера. Да, и сегодня мы решили поговорить в преддверии каникул. Хотела сказать «Дня каникул». День каникул. Страшный солнце школьников. День каникул. Каникул впереди. И, конечно же, многие отправятся в лагеря. И хочется узнать, ребята, что… В детские оздоровительные. Да, какие у вас есть детские истории из этих лагерей оздоровительных? Как вы там отдыхали? Может быть, детки ваши отправлялись? Может быть, внуки ваши отправлялись? В общем, рассказывайте, куда ездили и что там происходило. Нам это интересно. Группа ВКонтакте «Девятка ТВ». Можно ли нам позвонить? Можно, конечно. Не то, что можно. Нам нужно позвонить. 35 14 04. Все верно, вот он. Набираете этот номер. Попадаете к нам в прямой эфир. Мы с вами общаемся. Вы отвечаете на вопрос нашего вечера. И сразу же, вот сию секундно, в мгновение ока, получаете один из трех подарков, о которых мы уже вам рассказали. Поэтому 35 14 04. Звоните, пообщаемся. И подарим вам подарки. Ну, а прямо сейчас я предлагаю начать нашу девятую студию. А я предлагаю согласиться с этим. Как раз, знаешь, такой с подсказки. Потому что многие думают, ну, какие истории там могли у меня быть. Что вспомнить, что рассказать. И прямо сейчас наш коллега Ефим Зинченко выходил сегодня на улицу нашего города для того, чтобы дать вам те самые подсказки. Ну, а заодно, чтобы вы узнали, о чем же ему рассказали наши кировчане. Ну что, друзья, как видите, я решил немного вспомнить детство и прокатиться вот на таком интересном велосипеде. Ну и тема у нас сегодня соответствующая. Сегодня узнаем у кировчан их интересные истории из детского лагеря. Я думаю, тут подойдет фраза «поехали». Где синяки, шишки? Нет, ну хорошо. Каждое лето вот я их отправляла. Им очень нравилось. Они по две смены гуляли, там костры. Костер дружбы обязательно там у них был. Очень весело, интересно проводили время. Трудно сказать, потому что впечатлений очень много. Именно детских. Когда нас отправляли в пенер-лагерь, мы там просто балдели. Из детского лагеря я, конечно, историю вспомню, но я к ребенку не ездил в лагерь. Я ездил в лагерь вожатым. Я ездил в лагерь «Спутник» и в лагерь «Весна». Мне очень понравилось там. И дети часто спрашивали, были ли вы сами? Я говорю, нет, не был. Вот вы поэтому, говорит, как-то нас так это строго. Лагерь, конечно, это самое лучшее, мне кажется, времяпровождение для детей. Потому что там они какую-то получают уже самостоятельность, учатся этому. Самый любимый день был, когда приезжали родители со вкусняшками. Это был самый лучший, самый прекрасный. Честно признаться, друзья, работал бы так на постоянной основе. С оператором катаемся, по парку спрашиваем людей. Кстати, надо уже кого-нибудь спросить бы. Да, оператор? А то закатались. Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь интересной истории из детского лагеря, когда вы там были. Я ни разу не был в лагере. Ну и такое бывает, что ж поделать-то. Оператор, едем дальше. Я не смог затолкать ногами, мне не хватило сил, поэтому приходится катить вручную. Вместо лагеря я ездила в деревню к дедушке и бабушке. Это была такая маленькая, уютная деревня в Брянской области. Там были курочки, козочки. И после Санкт-Петербурга это было все очень интересно, увлекательно. И приезжали полные сил и готовы были учиться только до пятерки после этого. То есть вас, как городскую девушку, нисколько не смущала вот эта вот деревенская атмосфера? А только радовала, только радовала. Я была очень часто раньше в детстве в детском лагере в Кирове в Березке и в Строителе. Мне очень нравилось в Березке, потому что там для нас была очень разработана программа. Такая, что мы не сидели в домике, а постоянно были на улице и участвовали в различных соревнованиях. И самое запоминающееся у меня – это тогда, когда я прокатилась на лошади, участвовала в соревнованиях. Да. Сначала нас там учили, то есть я несколько дней ходила и училась, а потом было соревнование. Я заняла четвертое место. Я прям так гордилась собой, хотя у меня было лет 13. У меня раньше... Ну а мы продолжаем, друзья, у нас на прямой связи Константин Салтанов. Прямо сейчас мы у него тоже будем спрашивать, между прочим, отправлялся ли он в детские развлекательные лагида. Друзья мои, друзья мои, детские развлекательные лагида, друзья мои, да вам эфира не хватит, чтобы я рассказал хотя бы хоть какую-то часть этих интереснейших историй из моего обширного лагерного детства. А тебя тоже родители летом отдыхали, понимаешь? Не знаю, можно ли так выразиться, но я, знаешь, я был очень рад. То есть начиналось все как? Этот школьный сначала лагерь, да, который такой наш полудневной, не на весь день, да? А потом когда, ну то есть это было примерно до середины июня, а потом все, я уже в конце августа дома появлялся и... Нет, меня в начале лето отправляли, потом в конце лето отправляли, в середине к бабушке, и родители просто, видимо, там какой-то карнавал у людей был, потому что лето без ребенка, лет 10 подряд там, ну просто кайфы, кайфы, кайфы. Я была только один раз, чтобы вы понимали, а не на слаге. У меня была одна такая интересная, не то, что назвать это проблемой, был такой момент, бабушка жила от нас очень далеко, порядка, ну больше 150 километров до нее было добираться, и это было действительно не ехать, это было прям добираться нужно до нее было, местами даже пешком надо было идти, дороги в сезон дождей размывало, и поэтому я вот все лагеря, которые вокруг вот так вот Кирова были, я везде побывал, и раз по 10, наверное. Лагерь Орленок, Максим, ну это сердечко, да, до сих пор. Сердечко на всю жизнь. Да. Хорошо, Константин, что сегодня ты пришел помимо... Он, по-моему, не уходит на этой неделе от нас. Да, мне очень нравится у вас на девятой студии, да. И если опять будут новости? Нет, Максим, новости прибережем сегодня, как я вам... Прибережок. Да, прибережок, да. Спасибо за эти каламбуры, куда же я без них. Сегодня, друзья мои, Игорища у нас в студии, Максим очень рад, да. Присутствует, естественно, некая тематика, которая объединяет все мои сегодняшние загадки, нужно будет отгадать. Как непосредственно и то, что я загадал, желательно еще и тему. Хорошо. Ну это уж так, опционально. Давайте пообою. Итак, и что же это за загадки сегодня у меня? Это строчки из песен, которые я зашифровал в некие веселые картинки, эмодзи, местами это мемы, что-то вот такое, то есть знакомые картинки из интернетов, из наших с вами интернетов. Вот я уверен, что в последней песне будет моя фотография, но ладно. Я почему-то вот уверен в этом. Так, ну посмотрим, посмотрим, да. Давайте картиночку номер один будем угадывать данные, зашифрованные мною. Я вообще не понимаю, что здесь кроме ключей. Какой-то календарь. Да, он присутствует. Календарь перевернул, и снова третий скрипичный ключ. Это все-таки не об этом песне, хотя песня без сомнения хорошая. Пассивной календарь. Здесь нужно обратить внимание не сколько на название, а сколько на, скажем так, что он означает этот непосредственный календарь. Меняются дни. Да. А женщина с деньгами стоит, да, я так понимаю? Нужно обратить внимание на наряд женщины, из чего он сделан. Из денег. Из денег. Да, как мы ее по-другому называем? Богатая женщина. Нет, нет, и вот деньги мы как по-другому называем с вами? Рубли. Нет, ну такое некое жаргонное название денег. Бабки. Еще по-другому. Лавэ. По-другому. Лавандос. Да что ж такое-то. Деньга. Еще чуть-чуть. Денюшки. Еще чуть-чуть. Тугрики. Деревянный. Нет, некий цвет нужно применить. Зеленые? Да, только... За твои зеленые глаза. Называешь ты меня скрипичным ключиком. Хорошая песня, но здесь нет... Там нота, да, какая-то? Да. Да-да-да-да-да. Зеленоглазое такси. Нет, здесь нужно понять еще нота какая-то. Дон? Ну, хорошо, давай, перебирай. Ре. Дальше. Ми. Дальше. Ля. Вот она. А, ля. Да. Она там используется очень много раз. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля. Нет, песня не та, но... Текст ты подобрал теперь правильный. Второй части этой строчки музыкальной. А зеленые... Зеленое что-то, наверное, да? Здесь нас интересует, друзья мои, время года. Лето. Ах, ле-ля-ля-ля-ля. Ладно, друзья мои, ну что вы, будете дальше угадывать? Или мы... Указательный палец. Что это? Вот. Вот оно какое наше лето. Лето ярким солнышком согрета. Лето это хорошо. Хорошо. И дальше идет... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какие же вы молодцы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай пять, мы выиграли. Да, давайте дальше, друзья мои, продолжаем. Так сказать, переходим к второй картиночке. Здесь тоже нужно угадать некую музыкальную строчку. Короче, у тебя тематика будет летняя. Все вокруг этого, да. Вот. Это мы уже угадали. Да. Итак. Мода. Непосредственно... Непосредственно это слово не звучит, но оно действительно... Я устал, хочу любви, носки на сандалии и поесть. Нет, нет, нет. Здесь все что-то обозначает. Вот мужчина на первой картинке, он в чем? В носках. В кожаной куртке. На первой картинке. На первой картинке. Если мы идем вот так по часовой... В сандалиях. В сандалиях. А если бы он был без них, он был бы какой? Босоногий мальчик босоножки потерял. Ты запомни вот это слово, оно очень пригодится. Это босоногое лето. Картиночка номер два. Лето босоногое? Это лето босоногое? Возможно. А если напоешь, будешь вообще молодец. Я не помню. Просто такая песня, мы знаем ее, она появилась в нашей голове. Да, мы знаем, что есть босоногое лето. Ну, оно не босоногое, оно немножко другое. В песне есть это слово, и в строчке это, друзья мои, есть. Эту песню я, к сожалению, не знаю. Ох, ветер босоногий, чувство через край мне все надоело. Лето падавай. Да. Я не знаю. Яким бомерангам лето пронеслось. Чуть недолюбили, но об этом, друзья, не любили. Та-та-та-ра-та. Та-та-та-ра-та. Молодцы. Это хай-фай, полбалла вам зачту. А, хай-фай. Да. Полбалла вам зачту, огромные вы молодцы. Ну и дальше, друзья мои, передвигаемся к третьей картиночке. Здесь тоже надо будет понять... Господи, что это за картинки такие? Я вообще не понимаю, что на первой и на третьей. Итак, это персонаж, известнейший персонаж приключений Шурика. Где они на стройке? А, господи. Да. Когда он попал в дымовую завесу и, так сказать... Надо... Как его звали? Надо, Леня, надо. Федя. Федя. Федя, да, непосредственно замечательный актер, кстати. Но здесь он олицетворяет некого героя. Из песни. Из песни? Да. Из детской песни. Лентяя? Вот уж такая подсказка вам. Лентяя какого-то? Нет. Здесь нужно обратить внимание на то, как он выглядит. Индеец, поплас. Да, да, да. Все вокруг вот этого. Чунга-чанга. Синий небосвод. Чунга-чанга. Лето, круглый год. Да. Это лето, он круглый. Ну и, собственно, все такое. Ну и картиночка номер четыре, друзья. Мы хорошо идем. Тут вы целый балл получаете за номер три. И картиночка номер четыре. Нужно понять, что... Опять Джаред Лето там? Да, это он. Что же он делает? Идет. Лето проходит. Лето идет. Быстро. Но оно... Вот, лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем. Лучшее, конечно, впереди. Замечательный девиз. Но нет. Замечательный девиз, но это, скажем так, песни чуть постарше. Чуть постарше нас с вами. Лето в СРМ. А как же его зовут-то? Толя. Толя, Толя. Толя, Толя, Толя. Вот и лето прошло. Не-не-не, там четыре Толи. Только этого мало. Только, 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 только этого мало. Друзья мои, все верно. Это София Ротару, это была ее замечательная песня. Но тематику моей игры вы отгадали в самом начале, огромные молодцы. Песни про лето, потому что летний отдых детский, это лагеря, тема нашей сегодняшней. Вот и лето прошло. Вот и лето прошло. Ну, четвертое. Мы еще только ждем. Мы еще только в предвкушении. Мы в надеждах. Да, ну хорошо, что вы вспомнили некие песни для того, чтобы их уже добавлять в свой плейлист. Ну, а прямо сейчас я предлагаю посмотреть, конечно же, нашу легендарную, я не попоюсь этого слова, рубрику «Баблок», потому что Виолетта Рудольфовна уже готова рассказать вам про свои лайфхуки. Ну, здравствуйте, мужчина со слабыми руками. Что у нас сегодня будет по программе, а? Ставлю миллион, чтобы эту камеру наклон. Не будет? Ну, давай проверим, зайдет ли ставочка. Погнали. Холодильник, как я в Шинина. Камернос! Йокаро кака. Я же не понимаю, как ты живешь в мире, в котором, как минимум, есть сквозняки. Тя ж один комар досуха высушить может, да? Гадай, соберись, погнали дальше. Расчесать монту до метра. Камернос! А ты ж не человек, а. Тя ж школьник на уроках труда из шишки сделал, а. И спички ставил вместо рук. А не подводи ни меня, ни школьника. Погнали. Камернос, давай с тобой сыграем в Дай Лиша. Я выиграла. Хаю-хай! Хе-хе-хе-хе. С вами снова Виолетта Рудольфовна. Да-а-а. Хе-хе-хе. Та самая бабушка, которая с марта устраивает засаду на рассаду. Хе-хе-хе. Вот. Лиша подписата. Снова бабушка босота. Нам денег нет даже на обед. Именно поэтому по старой доброй традиции, как говорится, есть у бабушки советы, посмотри, чтоб шли монеты на дед. Лиша. Встречай, народ. Бабушкин блог. Сейчас будет от бабушки шквал информации. Прям ого-го. Два лайфхука по локумации. По цене одного. От кислорода избавиться, тут дед мой может справиться. И гороховый суп. Мда. Но этот крест не нести до конца. Так, о чем это я? Да. Из пакета отсосать воздух, чтоб голубка. Из-под сока нужно взять питьевую трубку. Вдуй в себя. Потом свяжи и в морозилку положи. Есть еще способ один. Таз с водой необходим. Пакет в него мы погружаем. Завязали. Отдыхаем. Нынче молодой народ видосы смотрит, когда жрет. И бесит, когда телефон к тебе стоит не под углом. А когда лежит плашмя, неудобно кушать. В общем, да, жиза, коза. И тут терпение окончается, стройка начинается. Шо мы только не кладем. Пульт, стакан, другой смартфон. Но я использую даже деда, чтоб спокойно пообедать. Но оказалось, можно все сделать по-человечески. Нужно просто было взять с собой свои очки. Кладем очки вот так на стол. Вот так вот ставим телефон. Нет, я думаю, у вас ко мне больше вопросов. Всем приятного аппетита под просмотр видосов. Не можешь ключ ставить в колечко? Ща поможем человечку. Когда упругое оно, ситуация неприятная в общем. Но не надо плакать в юбку. Возьми от сока просто трубку. Отрежь чуть-чуть. И вставь в колечко. За нею ключ. И все отлично. Ну шо, с вами была Виолетта Рудольфовна и Олайф Куки. Да, подписывайся на мои социальные сети. Ссылочка вот здесь. О, да. Ставь лукас, жмакай в колокол. И самое главное помни. Не будешь бабушку смотреть, можешь сильно растолстеть. О, да, ну да. Не страшно, не трогай. Ну шо, с вами был Баблон. Все хорошо. Пока. Скажем спасибо Виолетте Рудольфовне и продолжим наше с вами общение. Начнем прямо сейчас читать ваши комментарии, ваши ответы на наши вечерние вопросы, ваши лагерные истории, истории из детско-оздоровительных лагерей. Если вы, конечно, в них ездили, может, вы знаете чьи-то истории, если сами не ездили, рассказывайте их за это. Мы дарим вам два билетика на две персоны каждый на аквагалерею, 0 плюс возрастное огонечение. Ну и сертификационно женского гонюжного белья. Девчонки, я думаю, это песня, а не подарок. Ну что ж, поехали читать истории. Тем более, что они есть уже у нас в группе ВКонтакте. Ирина Галюдинова, здравствуйте. В детстве ходила в спортивный лагерь. Бегали, прыгали, играли в разные игры. Самое интересное, катались на байдарках. А вот спортивные лагеря отличаются от обычных? Нет, у нас один раз, короче, я помню историю. Это было где-то под Великорецким лагерь назывался, не помню, как «Живая вода», по-моему. Туда приехали каратисты. И все помнят вот этот фильм Ван Дамма «Мейских боксеров», где он вот так вот просто по пальме бил, пока она не сломала. У них было дерево, они обмотали его матрасом и тоже стояли вот так вот, били. Но они немножко отличаются, потому что у них большая часть тренировки, тренировки, тренировки. Но и в мероприятиях они стараются участвовать, на самом деле, и бывает даже очень круто. Хорошо. Таня Кельдебекова, «Моя история с детства в лагере, когда можно было поспать в обед на тихом часе». Это же знаешь, когда, я так понимаю, что там есть еще же такие специальные, потом, ну вот в школьном пересли лагерь, то там потом в спортзале стоят раскладушки. Не знаю, у нас матрасы лежали, когда были в школьном лагере. А какие раскладушки? Раскладушки! Шик, блеск, красота! Приносили сами, каждый должен был найти, раскладушку принести. Светлана Трухина, «Всем добрый вечер! Поделюсь единственным опытом пребывания в летних лагерей». О, коллега, я тоже была один раз, дайте пять. И запомнила, на всю жизнь я больше не поехала. «В 13 лет я была в лагере «Сосновый бор». Через пару дней после заезда вожатые нас повели на местный родник с самой чистой водой. На следующий день я слегла с ангиной. Родители в этот же день меня забрали домой. А с ангиной я тоже думал. А на следующий день горло уже прошло. В лагерь я больше не возвращалась. То есть вы были один, ровно один лагерный день. Я была от звоночка до звоночка. От сих до сих, как говорится. Да-да-да, я была пополна. И оно бывает такие люди, которые, ну, непредназначенные они для лагерей. Да-да. У нас ребенок чемодан собирался, собирался домой пешком уходить. Ну, много таких историй. Были дети, которые уходили домой, их там через километр три ловили, вылавливали, везли обратно в лагерь. Провожатым потом а-та-та было. Ну, что, да. Елизавета Бушмалева вспомнила, что даже как-то была одной из помощниц в школьном детском лагере. И как только взрослые справляются с такой шебутнятиной... Шебутнятиной. 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 У тебя были? Сколько у тебя было шебутнятины? У меня столько шебутнятины в жизни было, ты себе не представляешь. Но самое большое впечатление было гораздо позже. Я их запомнила со всем малышами. Второй, третий класс прошло, казалось бы, совсем немного времени. И, как говорится, 18 уже не тебе, а вот этим дядям и тетям. То есть у вас были подопечные, которые резко выросли. Слушай, у меня есть такие, о которых я вот такими помню сейчас ходят. Там, здрасте, Максим Олегович. Никита. Такая шкафина стоит. Здрасте. Лева Раксина. Однажды в детском лагере в час сна не разрешали выходить в коридор. Потом один мальчик сильно захотел в туалет. Ну, в общем, сходил в шкаф. Запомнилась воспитателям это надолго. Не запрещайте детям выходить в коридоры. Да, пожалуйста. Морали. Морали. Действительно, не надо. Лина Дырямина. Добрый вечер. В лагерь ездила каждое лето. На папиной работе был собственный лагерь. Вот знаешь, это... Собственный папин лагерь. Да, да, да. И помню, почему-то всегда обязательно дома были встречи с вожатыми. Ну, потому что папин лагерь. Они приходили как к себе домой. Папа ближе всех жил к лагерю просто. Вот и все. Так привыкали друг к другу, что плакали, когда смена заканчивалась. Ну, кстати, да, очень много детей привязываются. Прямо, а что там, 18-20 дней. Так это. Сергей Иванов. Ну, тем не менее. Помню, на тихом часе почти никто не спал. Все разговаривали. И тут вдруг кто-то по приколу говорил. А теперь давайте поговорим о компьютерах. И, несмотря на эту шутку, все подхватывали эту тему. Это была середина 90-х, когда эти технологии еще только входили к нам. Но кому это было интересно? Вот так вот. Галина Крюлина. Добрый вечер. Добрый. Я ездила в пионерские лагеря с 10 лет. Вспоминаются походы с ночевками в палатках. Танцы под вокальный инструментальный ансамбль. Там, где мклён шумит, остановите музыку и так далее. Игра поиски вожатого. Это когда вожатый идет спать, а ты его ищешь. Не, ну, бывают такие. У нас это назывался диверсант. Умывальники на улице, зорницы и много чего другого. А когда сама ездила вожатый, то в лагере юность с нашими ребятами играли в городки. И конкурсы были инсценированной песней. Я еще помнил, сейчас уже современность, уже есть компьютеры, колонки. Да, и все песни уже под какой-то минус поют. Я помню те времена, когда за лагерем закреплялся баянист. И мы под баян все песни пели. Отрядная песня. И все, дядя Коля пошел. Изната Бушмелева в моих личных историях всегда был такой прикол. Какие-то две или более девочки пытаются очаровать мальчика, который обращает внимание именно на Елизавету. При том, что в этих историях я вообще не участвовала. А вот эти вот знаменитые детские романы. В детские лагерные романы. Кто ездил в детстве в лагерь, у того первая любовь, наверное, случалась. Ну, назовем это так. Да, они тогда еще думали, что это любовь. Вот. Случалось именно в лагере. Еще вспомнила, пишет Светлана Трухина, как ночью зубной пастой обмазывали всех. Ну и дискотеки на открытом воздухе. Ух! На комарах. Ну, зубная паста – это вообще истории. История еще и истории. Нина Дрябина, лагеря ранешние сильно отличались от сегодняшних. Помыться было негде. Нас водили в село, в баню, мылись из тазиков. Сама была меньше тазика. Помню, из лагеря, когда маленькая была, приезжала даже с вожками. Вот так. С вожками. С вожки. Да, сейчас вообще и отношение вожатых другое, и детей, и всего-всего-всего. Лагеря стали очень сильно другими. И это местами даже печалит. Интересно. Татьяна Зыкина, очень даже добрый вечер. Здравствуйте. Историю особо не припомню, но разве только случаи, когда одна дурында, вот так вот, другой пасту зубную в обувь надавила. А я вот из хорошего, помню, купания, походы, картошечка и уха на костре. Вкуснющий травяной чай, ну и куча разных конкурсов. Ну и вечный запах, страх, ну и вечный страх завести животных. Волосы-то были всегда ниже пояса. Ну что ж, здорово, что сегодня... Сейчас в лагерях уже, к сожалению, не купаются. Я вот в осталось еще времена, когда у нас были такие плавучие боны. Вот это место, где все отряды могли покупаться. Сейчас, к сожалению, редко где вот на реках есть искусственные водоемы, да, в некоторых лагерях там купаются. А вот в реках уже не купаются. В общем, друзья, здорово, что вы вспоминаете свои истории из детства, из такой здоровительных лагерей. Это здорово. Прямо сейчас продолжим эту тему вместе с нашей гостей. Дамы и господа, встречайте сегодня в гостях у девятой студии заместитель директора детского лагеря «Солтрейн» Ксения Грухина. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гости. А вот и она, Ксения, уже в нашей студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет-привет. Как дела, как настроение? Прекрасное настроение. Середина рабочей недели, и она у нас только-только начинается. Чем еще связано прекрасное настроение? Скоро начало летнего сезона. Скоро лагерь. Осталось две недели до самой прекрасной лично для меня поры времени года. Кстати, когда ты с Ксушей вожатил в одном лагере? А, ничего себе. Поэтому вы здесь, Ксения, сидите, да, верно? Именно поэтому. На самом деле нет. Но, да, действительно, с Максимом мы работали, но он тогда уже не работал вожатым. Он был в администрации лагеря. Я был старшим вожатым. Хорошо. Лучший сотрудник лагеря на секундочку. Как понимаешь, времена изменились, и уже Ксения сейчас заправляет, так сказать... Лагерем. Лагерем. Да, все верно. Чуть-чуть другим лагерем. Но, да, сейчас я замдиректора лагеря Солтрейн. Как вы видели там. Супер. А мы уже все было сказано. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас, конечно же, родители некоторые в попыхах, да, думают, куда же пристроить своих детей, скоро каникулы. Расскажите, чем прекрасен ваш лагерь? Мы позиционируемся как лагерь нового поколения, и это действительно так. Потому что, к сожалению, часть лагерей, они остались, наверное, еще в советском прошлом. И их состояние, инфраструктура, и иногда и подходы к программам. Наш лагерь уникальный тема, он на самом деле молодой, ему всего лишь 6 лет, и 2 года назад мы снесли все старые корпуса. Мы полностью перестроили клуб, выстроили новые комфортные, удобные корпуса. Они, кроме того, что удобные, комфортные, они еще и красивые. И самое главное, удобные... Нет этих спартанских условий? Абсолютно нет скрипучих кроватей, очередей в душ или в туалет, потому что мы создаем комфорт, мы создаем условия, в которых ребятам будет классно, здорово проводить время, развиваться и получать положительные эмоции, даже просто находясь в комнате. Ой, это здорово. Так, а что по развлечениям, по сменам? По развлечениям. В рамках этой летней оздоровительной кампании у нас абсолютно разные программы. Это есть и образовательные направления, которые с 7 июня стартуют смена, связка гуманитарной гимназией. В спортивное направление КП «Аэрокэмп» тоже будет очень много интересных мероприятий. И третья, четвертая смена, третья — это профориентационная направленность, а четвертая — это лидерская. То есть под каждого ребенка, под запросы детей с прошлого года в этом году были созданы смены, в которых ребятам будет классно, будет комфортно и интересно. И каждая смена не похожа на предыдущую. А не как, что берут одно мероприятие и весь летний сезон делают. И делают, да. Особенно для детей, которые все 4 смены там отдыхают. Это проходило. Особенно если это квиз или какая-то интеллектуальная игра, то все. Ребенок, если несколько смен подряд ездит, эти мероприятия повторяются, он знает ответы на все вопросы, и он даже ориентируется в смене лучше, чем вожатая. Возможно, это и хорошо для ребенка, но, наверное, для самого лагеря это грустно, к сожалению. Кстати, про вожатых. Кто эти люди? Кто у вас работает? В каждой смене у нас работают специальные обученные люди. Ладно, скажем так, влядско-агментарная гимназия, они выезжают, это их традиционный евристический лагерь, они выезжают со своим полностью педагогическим составом. Эта смена существует более 15 лет, там есть свои традиции, свои обряды, я не знаю, как это назвать. Мы туда не лезем. Вот, мы делаем смену совместно, но у них есть определенные такие моменты, которые режимные, которые из года в год, и это их история. Вторая смена спортивная, там, конечно, едут тренера, потому что, я не знаю, вы знаете вообще, что такое капоэра? Мы знаем. Зум-зум-зум, капоэра-пота. Все, отлично, прекрасно. Максим, можно ехать тренером, помощником тренера к нам на вторую смену. Я бы под пивалой, я бы поехал. Вот, и на самом деле там едут ребята, они сейчас прописывают тренировки, каким образом они будут построены, и прям разрабатывают модули образовательные, потому что не просто так взять, прийти на тренировку. И третья, четвертая смена, мы как раз тоже в рамках смены, это будут мастер-классы, мы приглашаем специалистов. То есть, если мы лепим из глины, то мы приглашаем специалистов, которые действительно умеют лепить из глины, а не из песочка кулички. То есть, подход к самой образовательной программе, к самой развлекательной программе, это серьезный, потому что это половина составляющей вообще всей смены. Такой вопрос, а осталось ли что-то вот в сменах из того времени? Какие это тренировки? Костер? Костры мы бы очень не хотели, но, к сожалению, в Кировской области введен пожароопасный период. Ну, на самом деле, если вдруг он будет снят, то вот костры, огоньки, вечерние посиделки, вечерние сборы отряда. Мы не уходим от традиций, мы просто заменяем форме мероприятия, потому что детей в последнее время становится очень сложно удивлять. И необходимо прикладывать большее количество усилий. Поэтому что-то от традиционного лагеря остается, но новые формы, новые мероприятия мы меняем. Дискотеки будут, это без этого никуда. Медляк в конце. Конечно. Самая последняя песня, это Медляк. Еще в большом орлядском кругу. Я вожатый, ты вожатый. Ладно, перед этим Медляк. Белые танцы будут? Я просто думаю, ехать или нет. Будут, костры будут, рыбаки и рыбки. Наверное, это тоже традиционная такая игра на знакомство. Общелагерная она тоже будет. Дни Нептуна есть. Немножечко в другом формате уже называться не Дни Нептуна, но на самом деле традиции лагеря, они никуда не одеваются. Закон 00, он есть всегда, был, есть и будет, мне кажется. Это приходить вовремя, Максим, если что. Да, это не к тебе. Вот, поэтому мы, основываясь на традициях, которые были сделаны давно не нами, мы сейчас перерабатываем их в новый формат и в новый подход. Наши зрители сейчас смотрят и думают, а если я хочу отправить ребенка, есть ли еще местечки и на какие, например, смены? И можно еще попасть? Можно попасть, на самом деле. Сегодня тоже рассказывала в группе, что по определенным семейным обстоятельствам с первой смены освобождилось несколько мест, и есть возможность просто в последний вагон на этой неделе. А так количество мест есть, но оно на самом деле небольшое. То есть это не более 15 путевок в четвертую семену. Все уже раскуплено практически. Потому что как только объявили старт-продаж, у нас в лагерь к нам приезжают ребята из коллективов и просто ребята, которые узнали в нашем лагере, захотели отдохнуть. Поэтому места есть, но их очень мало, поэтому стоит поторопиться, чтобы распланировать свое лето, отдых. Этот месяц у бабушки, этот месяц в лагере, этот месяц... Снова у бабушки. Снова у бабушки. Или там поменять очередность, потому что все равно все лето родители планируют заранее и решают, куда же отправить ребенка. Так что бегом. У нас сегодня есть подарок. Можно я его покажу? Да, конечно. Друзья, это бесплатное проживание семьей на целые сутки. Расскажите, что это такое за подарок? Это подарок. На самом деле мы не просто лагерь. Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Мы круглогодичный центр отдыха. В рамках лета, 3 месяца, мы работаем как детский оздоровительный лагерь, а все остальные 9 месяцев мы работаем как... Тур-база. Давай база отдыха. База отдыха, да. Звучит лучше. Потому что, чтобы понимали зрители, где мы находимся, это база отдыха, бывшая база отдыха, шинник. И поэтому некая направленность базы отдыха, она на самом деле остается. То есть к нам приезжают коллективы на тренировочные сборы, к нам приезжают просто отдохнуть. И мы сейчас вводим, скажем, не то что новую услугу, а такой формат, что не в летом, а весна, осень, зима, можно к нам приехать и сутки пожить с семьей, погулять на свежем воздухе, отдохнуть и прекрасно провести время. Там, кстати, очень красиво. Поэтому, друзья, сегодня для кого-то потрясающий подарок. И прямо сейчас вы можете задавать свои вопросы для нашей гости. сразу после того, как мы посмотрим атмосферу как раз в вашем лагере, чтобы еще сильнее захотелось туда попасть. Прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну что ж, вот так здорово может быть и вашим деткам тоже. Поэтому, если не знаете еще, куда отправить ребенка, то, пожалуйста, есть буквально несколько местечек. Мы сегодня выяснили. Как раз вашу головную боль снимаем сегодня в классном детском лагере. Ну что, прямо сейчас вопросы для тебя, Ксения. Итак, Элита Галюдинова. А мажут ли дети зубную пасту или это уже в прошлом? Мажут. На самом деле это есть, но мы с вожатыми заранее проговариваем, потому что, ребят, сейчас с аллергией становится все больше и больше. И поэтому на карнавальную ночь, честно говоря, зубная паста переезжает в вожатскую в больших объемах, чтобы они просто не измазали друг друга. Ребят, не просто. Не берите мятную. Да тут даже любая. А представь аллергия на клубнику. А паста клубничная. А чтобы человек не заметил, что ты его мажешь, сначала надо вот так между ног погореть тюбик. Едем дальше. Едем дальше. Максим, ты не поедешь в вожатый в лагерь. Ну ладно. Все, ты уже устарел. Наталья Захарова. Действует ли сейчас программа частичной отплаты лагеря от государства? Такой некий кэшбэк. Вообще что-то сейчас подобное есть? На самом деле есть. Не будет. Во времена ковида 2020-2021 год это было 50% возврат путевки. Но всегда на путевке для проживающих на территории Кировской области есть субсидия. То есть, к примеру, стоимость путевки, которую мы указываем уже в группе ВКонтакте, которую везде все лагеря указывают, она уже указана с учетом субсидий, которые выделяет наш регион. Хорошо. Спрашивает Наталья Захарова еще. Бывают ли у детей дни самоуправления? Как себя ведут? У нас от этого зависело. На самом деле да, потому что в любом случае день самоуправления это ребята старший отряд, это первый, второй, третий отряд примерно. За некоторым исключением. Да, и в зависимости смотрим по ребятам, насколько они готовы взять ответственность, потому что это не просто так ходить, я вожатый, я зам лагеря, а это действительно необходимо подготовить мероприятие, разработать это все. Если ребята готовы и действительно это хотят... Вы устойчивы? Потому что труд вожатого очень-очень-очень сложный. То, да, тогда дни самоуправления, они действительно бывают. Хорошо. Спрашивают, как проходит первый и последний день обычно в лагерях? В автобусах. У меня был рекорд, у меня в одной смене в первый день часы мне сказали, я сделала по лагерю 47 тысяч шагов. Это вот так вот. Нормально. Это нормальная базовая история, но на самом деле первый день это всегда день заезда, это проверка документов, это медосмотр, распределение по отрядам, а я хочу со своим другом, а я хочу с подружкой, поменяйте нас. И они отчасти проходят так довольно-таки суматошно. А в последний день это как раз уже сбор вещей, нужно оставить после себя порядок. Но в любом случае проходят, есть мероприятия, мы стараемся эти режимные моменты переработать, чтобы детям было проще воспринимать. Вожатые выжили и дожили до вечера, до отбоя, потому что тоже на них ложится большая рода ответственности. Елизавета Бушмлева, такое впечатление, что сейчас лагерь для детей это прям all-inclusive, это не расслабляет впоследствии деток. У нас на самом деле, мы даже, есть одна рекламная компания, что наш лагерь, это все включено, пять звезд. И это на самом деле есть. И все включено, это и проживание, питание, программы, и прочие моменты, но на самом деле мы включаем ребенка. Мы включаем его в программу, мы его активируем. Он не только сам принимает участие в мероприятиях, но и является организатором этих дел, мероприятий, в рамках лагеря, своего отряда, в рамках лагеря. Ну и в любом случае, небольшой момент трудового воспитания, это приборка территории, по крайней мере сам... Приборка корпусов. Приборка корпусов мы не прибираем. Да? Да, у нас... Ну мы же лагерь нового поколения, он включен. Какой я старый. Но территория, потому что, когда дети сами мусорят, оставляют какие-то фантики после себя, это абсолютно логично, что сам намусорил, сам набрал. Поэтому в любом случае, небольшие моменты включения трудового воспитания, они 100% есть. Но и, наверное, дети должны оставаться детьми и получать удовольствие от этого отдыха, а не страдать на пружинных кроватях, на скрипучих, или слушать, как кран капает. Это, конечно, определенного рода романтика, но, наверное, она пусть останется уже в прошлом. Хорошо. Еще спрашивают, часто ли бывает родительский день? Очень странно сказали в 2024 году, что мы победили ковид. Но это действительно так. И с этого года родительские дни в лагерях разрешены. Наши двери полностью открыты. В рамках каждой смены есть родительский день. Один раз. Один раз. Это родительский день. И родители в определенное время, которые сам устанавливают лагерь, они действительно могут приезжать, повидаться с ребятами. У нас есть специальные места, скамеечки, беседки, где они могут пообщаться. Но, уважаемые родители, большая просьба, пожалуйста, лучше... Отстаньте от детей. Это я вам... Просто сейчас человек культурно скажет. Нет, отстаньте от детей. Надо, вот к воротам приехали, конфеты передали, уехали. В лучшем случае. Не ходите к ним туда. Им же стыдно иногда за вас было. Серьезно. Я вам, как бывший ребенок, это говорю. Все, сдали ребенка, на родительский день приехали, концерт посмотрели и домой. Все. Можно, пожалуйста, мы потом вырежем вот этот кусочек эфира и будем вставлять по поводу родительских дней, потому что на самом деле всегда, когда детей уже в автобусы всех посадили, все классно, документы проверили, я говорю, уважаемые родители, на 19 дней вы отдыхаете от детей. Это тоже ваш отдых. И это на самом деле нормально, что ребенок настолько увлечен программой, что он 3-4 дня может не звонить родителям. Мы, конечно, детям напоминаем, но родители беспокоятся. Это же тяжело. Это же тяжело. Не все готовы отправить ребенка в лагерь. У нас раньше в лагере был один телефон у директора. И все. Максим, ты немножечко уже повзрослел. Так пусть дети так же, как я, взросли. Посмотрите на статного красавца. Вырос, работаю, все нормально. Все, ну вот на самом деле вот такие моменты. Лучше просто позвонили, все в порядке, договорились. Все суперклассно, увидимся через 19 дней. В родительский день могу приехать. Как с мобильными телефонами вообще дела обстоят в лагере? Мы их не забираем, но периодически мы их подсобираем, потому что иногда мы устраиваем дни тишины, чтобы и заранее предупреждаем родителей, что сегодня, к примеру, сутки у нас нет телефона. Но опять же это вопрос сохранности, потому что где-то можно толкнуть, разбить, а телефоны сейчас у нас очень дорогие. И поэтому мы стараемся в какие-то моменты подсобирать, в какие-то моменты мы раздаем. Но такого, чтобы под ключ, в сейф на 19 дней, такого нет. А теперь я вам сделаю подарок. Уважаемые родители, перед тем, как отправляете ребенка в лагерь, скажите им, вожатым, заберите у него телефон, и вечером вы давайте на часок, чтобы позвонил. Мы хотим, чтобы он развивался и отдыхал на полную программу, а не сидел в телефоне. Тогда вы будете самым золотым родителем. Это точно. Это вам подарок от меня. Спасибо, Максим. Хорошо. Ну и еще вопрос спрашивают, а можно ли попасть в вожатые? Вот так вот захотелось даже взрослым. Можно ли попасть в вожатые? На самом деле сейчас все вожатые проходят специальное обучение. Есть профстандарт вожатые, это 167 часов или 167, не помню. Ну там больше 160 часов, и это обучение проходит полтора месяца. Мы сотрудничаем с российскими студенческими отрядами. Некоторые студотряды, ребята вожатые едут к нам. А так на самом деле можно, можно просто написав, но в этом году уже, наверное, не получится. Уже все кадры, педсостав, медработники, повара уже набраны, потому что мы понимаем, что заходить в сезон мы должны с полной командой и быть уверены в этих людях, потому что нам, родители, доверяют самые ценные для своих детей. И мы в ответе за них. Ну что ж, друзья, прямо сейчас у нас для вас будет еще один сюжет. Как раз к ужину вы узнаете, как же выбрать себе телятину. Сразу после, друзья, мы будем выбирать победителей и дарить вам подарки. Сегодня мы будем выбирать телятину. Рядом со мной Сергей. Это эксперт по фермерским продуктам. Сергей, телятина. Такой уникальный продукт. Как его выбрать правильно, чтобы не разочароваться? В первую очередь смотрим на цвет. Он должен быть слегка розовый. И обязательно прям рекомендую, чтобы наличие жирка. Жирок, это говорит о том, что мясо будет ароматное, так как это животное питалось в достатке. У него было зерно и было сено. Если мы его откроем, мы почувствуем такой аромат. Молочка, наверное, и травки. То есть телятину с жирком, мы этого не боимся, не переживаем. Оно будет, наоборот, мягонькое. За счет того, что правильно питалось у нас теленочек. Да, да, все верно. Сергей, расскажите, пожалуйста, какие-то есть фишки и лайфхаки. Как понять, что мясо действительно суперсвежее? Чтобы понять, подвергалось ли это мясо заморозке или нет, стоит нажать на кусочек и отпустить. И это будет возвращаться в исходную позицию. Если мясо подвергалось глубокой заморозке, то ничего обратно не вернется, останется просто мятина. Я смотрю, что есть вырезка, есть мякоть. Как понять, что необходимо и для какого блюда? Какие задачи будут стоять перед мясом? Это идет на фарш или это идет для тушения? В какие истории будут добавляться? И от этого уже исходим. То есть на фарш абсолютно любая часть идет. А уже какие-то более деликатные, поджарки, еще что-то, то, конечно, надо выбирать более мягкие части. То есть это как раз корейка близкости. Мясо – это такой продукт, который требует уважения. То есть лопатка, например, более жирная. То есть ее там в супы или в тушение. То есть задняя тазовая часть, которая вот у меня, это больше фарш, такие вот уже более простые. Ну и филейная часть, это не забываем еще здесь. В туши их всего две. Это они весом примерно в одной туши два килограмма выходят. Это вот сделано из них филе миньоны. Сергей, вот мы купили мясо. Что дальше сделать, чтобы оно имело максимальный вкус и все вот эти сохранялись у нас качество? В первую очередь, да, мы вскрываем пакет, достаем оттуда мясо. Желательно его просушить там полотенцем бумажным. И уже дальше мы его кладем на сковородку уже, которая разогрета до максимальной температуры. Обжариваем, условно, там, с одной стороны 4 минуты, с другой. И даем отдохнуть. Вот сколько вы жарили, то есть, условно, 8 минут. Вот 8 минут оно должно стоять в крышечке закрыто. И после этого вы начинаете резать уже этот стейк. И он, поверьте, вот прям нежный-нежный. Как вы понимаете, что самое главное, вкус, да, блюда и качество его зависят от того, как вы изначально выберете тот продукт. Поэтому телятина вы теперь знаете, как выбрать. Поэтому приятного аппетита! Продолжаем говорить про детские оздоровительные лагеря. И вот у нас вопрос такой. Влюбляются ли дети в вожатых? Ну, Ксения... Как в педагогов. Максиму понятно, что влюблялись. Всем вожатым 47, 48, 49 лет. И, конечно, перед началом смены мы со всеми ребятами проговариваем о том, что нет-нет-нет. И просто лагерь — это определенного рода романтика, атмосфера. И дети воспринимают, наверное, просто хорошее отношение к вожатому за это чувство влюбленности. Но мы всегда просим вожатых о том, что если вы видите какого рода моменты, не так, чтобы всё, отошёл, не подходи ко мне больше. Чтобы подходили уже к старшим вожатым, чтобы подходили к замдиректора лагеря. И эти вопросы мы тихонечко-тихонечко начинаем уводить и прямо держим на контроле. Я такого не помню. Ладно, не буду шутить. Ну что ж, друзья, прямо сейчас мы теперь поняли, что действительно это лето может быть самым ярким для ваших детей, если вы отправите как раз в лагерь, на который, кстати, мы сегодня разыгрывали ещё и семейную поездочку. То есть лагерь, это дети едут на смену, а есть также такие специальные домики, да, я правильно понимаю? Сезон весна, осень, зима. Весна, осень, зима. То есть летом дети отдыхают в этих корпусах в лагере. А по сути это родители к нам могут приехать и устроить тест-драйв корпуса и посмотреть, в каких условиях живут. Даже перед сменой. Вот сейчас в мае, 1 июня у нас будет большое мероприятие. Как один из вариантов можно уже сразу использовать этот сертификат. Ого, классно. Поэтому проживание на сутки. И также, друзья, тут так получилось, что у нас этот человек сразу два подарка выигрывает, но мы решили, что так и будет. А чего нет? Елизавета Бушмелева. Ничего себе. Поздравляем её. Ну, так получилось. Далее, друзья, у нас подарки также это на выставку «Подводный мир». Экзотические рыбы, рыбная галерея, можно так сказать. Итак, туда у нас отправляется. Галина Крюлина, вам один билетик, а второй билетик для Натальи Абуховой. Возрастное ограничение на это мероприятие 0+. Поэтому, друзья, вперёд. Ну что ж, Ксения, спасибо вам большое, что пришли, рассказали. Чувствуем, что будут яркие смены. Обязательно пусть ваши детки, те, кто туда поедут, потому что наши зрители тоже сейчас уже записали себе и быстрее-быстрее заявочки отправляют, потому что осталось несколько буквально местечек. Пусть смены будут действительно яркие, родители будут довольные, спокойные и как можно реже, да, вот беспокоят, так сказать, своих деток. А детки пусть отдыхают. Спасибо большое, что пригласили сюда, очень рада. И надеюсь, все эти пожелания действительно окажутся реальными к концу августа. Ну что ж, друзья, девятая студия заканчивается, а мы увидимся с вами уже завтра. Всем отличного вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»